Привет, друг, с тобой Эван, и мы продолжаем снимать нашу постоянную рубрику, где мы путешествуем по разным серверам, где у меня есть мои личные интересные аккаунты заброшенные, и смотрим, что на них осталось, активные они вообще, забанили их там, удалили или нет, ну и параллельно смотрим, что новое появилось на сервере. Мы уже снимали видосы с моими аккаунтами на GTA 5 RP, на CCD GTA 5 или в МТА, на Смотре в МТА, на Радмире, кстати, тоже в МТА, это было 2 года назад, и теперь время дошло до Радмира и РП в GTA 5. Посмотрим, что у меня есть на аккаунте, сколько денег, какой левел, сколько я время отыграл на нем, какие у меня вообще есть тачки, затюним их, и вообще посмотрим, что добавили новенькое. Ролик ожидать будет очень интересным, приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, получено следующее задание, стейдрейсинг, одни руки, бандит, рыбалка, и что-то там рыбалка, еще. Такое чувство, как я попал обратно в 2000, в 2020, вы слышите, да? Время не чувствуете, да? Как говорить? Там что в карпу не хочу. Может, так, смотри. Как говорить, а? Куда ты говоришь, не хочешь? Говорю, в карпу, в карпу. А это что такое? Цветы собирать, камни, все дела. Цветы. Ну, вот эти, блядь, дерева. Бабки нехилые заработают. Я просто зашел впервые, у тебя три года, я не понимаю, что ты говоришь. Блядь, есть такие, короче, сообщества, реалные корпорации? А. Вот, и... Короче, я объясню коротко. Есть корпорация, которая перерабатывает ресурсы, которые ты ищешь. Просто ездишь по карте, ищешь там цветки, камни, деревья. И, как бы, едешь на завод, перерабатываешь, получаешь готовую продукцию, ее продаешь, и, в принципе, на этом зарабатываешь. Ну, мне надо сейчас за тачки добраться, она вроде на Санта-Мария запаркованная. Ну, поехали за тачки, чувак. Поехали. Так, подожди, а имущество, вот, Италия, GTO. Прыгай. Вообще, все идет не так пополам, как я хотел, ну да ладно. Он говорит, что играет каждый день, но не шарик, где находится парковка, как бы, это странно, не? Короче, да. Out of Towners Cars. Боят, вернусь, блядь. Может, еще погадаешь. Восстановление транспорта. Ну, наверное, какой, Мерседес, наверное. Нет. Я достал, я достал. Нихуя. Это че за нахуй такой? Это фера. Дуря? Да. Ебай, нормальная такая. Нихуя себе, блядь. Уфуфу, ебай. Ебай. Чина, сзади! Валит тоже так нормально. Че, поехали до завода? Сейчас эти метки. Поехали, посмотрим, что у тебя там за завод. Сколько она едет? Я не помню, вот 206 уже едем, 210, 215, 220. Про музычку включить, пацаны. М5. Кстати, М5 вообще медалька очень прикольная. Хотя она как-то больше блестит. Вот, можешь заехать. Нажми Е. Там гараж выбери. Гараж. Куда че ты поехал? А, вот его все тачки получаются. Блин, прикольно. Поехали, пацаны, я вообще не так хотел ролик заснять. Ух, ебать, елик. Давай, там, короче, к NPC-шке подходишь, нажимаешь начать обслуживание. И тупо пометать. Почему я сразу на завод, а? Я оттел на Феррари. Почему на завод? Вот. Начать обслуживание, погнали. Мы начали обслуживание завода, выполняйте задания на метках. Побежали. Че, выбрал? Да. Так, ага, взяли, ага. Вытираем, понял. Ну, это необходимо, я понял. 700 баксов. Сказал бы мне кто-то в 2020, что я вот так на метку забегу, мне 700 баксов дадут, а не ебашить на инкассаторской. А перед тем, как ебашить на инкассаторской, еще постоять в очереди где-то час. Если тебя не кращит, не кикнет, не залагает или не стырит. Да. Просто 700 баксов на ези. Так, пацаны, ну без напряга сколько? Прошло, ну минут 10, не больше, я уже заработал 20 тысяч за 10 минут. Просто то, что чинил завод, это офигеть. На 36% мы его починили, фейти здесь типа можно еще вытащить 1060, а может и больше. Ладно, ну это если что, мы посмотрим в следующей серии. Посадимся в Феррари, поехали на заправку. Нам надо посмотреть, что у меня на аккаунте, что у меня на банке. Там есть какая-то банковская система, не знаю, может увели уже. Надо посмотреть, что на этом. Вообще пойду похиляться, хабаноль. Так, как заправиться? А, мне еще музыка такая. Время, музыка, сигнал. Пабстейшн, давай. Список товаров. Бензин. Заправим. Отзыв заправить транспорт для ежедневной рутины выполнено. 35 литров за косарь баксов. Все, 92 литра баксов у меня, нихера себе на Феррари. Я даже не знаю, к чему, если честно, приступить. Пацаны, у меня проблема. Ламбо или Фера. Ну что, пацаны, давайте теперь перейдем к осмотру самого аккаунта. В принципе, так у нас уже с бизнесом каким-то познакомили. Уже какой-то фракцией как бы состою. Вот, конечно, мне кажется, я мог ее и сам создать. Ну да ладно. Знаешь, что у меня есть по балансу? У меня есть первое... Давайте с деньгами все, что связано, посмотрим. У меня есть 200 тысяч долларов наличкой. Окей. На банке, на банке. Кстати, вот банкомат. Пошли посмотрим, что у меня на банке. На банке, наверное, ничего не стоит. Банкомат. Нет, 100 баксов есть. Ладно, у меня 201 тысяча теперь. Так, 200 тысяч наличкой. На банке ничего. По автомобилям можно как-то посмотреть? О, имущество. Ну здесь никак, да? Метка только. Это тачка из киберпанка? Понял. Знаешь, что? Документы. Тони Рейссай, 12 уровень, 12 с 28 опыт. При заходе на сервер... Босс лоу, нихера себе. При заходе на сервер я посмотрел, что на нем я отыграл 80 часов. Если это где-то можно посмотреть, я по-моему скажу обязательно. 80 часов, короче, я отыграл на этом сервере. 12 левел. Цветной бульвар, безработный, нету должности, стажа, нихера нет. Семейное положение, не женат. Что по автомобилям? Вот, Италия GTO, 871 тысяча. Я так понимаю, это новая она типа стоит? Я брал вроде районе 870 или 800 тысяч. Ну, короче, это лям и еще бусик. Ну, короче, лям 200 у меня. Ну, лям 250, окей. Неплохо. Спида, кстати, мы к нему доедем еще. Что по правам? Это мотоцикл и автомобиль, где видно, что я играл реально в 2020 году. 25 января. Военный билет отсутствует. Ну, да, я на военку подал, но я не сидел у третьего ранга или как там. Вы пока что ничем не болели. Окей, по документам мы посмотрели. Так, что можно еще посмотреть? Q, E, бля, я все клавиши путаю. А, вот, Италия GTO. Все, а что у меня есть в багажнике? Номерной знак 665452388. А, у меня сейчас еще инвентарь до хера есть всего. Так, закрыть багажник. Ну, давайте, что, номерной знак достанем. У меня сейчас стачка без номеров. И мы можем подцепить на нее номера, да? Как их подцепить? А, да не важно. Черные кеты, фиолетовые узкие, пиджак, кара... Чего, сколько одежды? О, и поесть у нас что-то есть. Давайте закинемся. Номерной знак. Установить. Все. 665442. И продать же. У вас есть неоплаченный штраф. Чего? Стоимость тюнинга 328 тысяч. Стоимость 817. Пробей 19 мая. Ну, понял. Кстати, вот заказ снаряд, что у меня стоит. Спойлер, 25 тысяч. Охереть. А, поехали, кстати, сейчас похиляемся. И поехали, доедем до моего второго автомобиля. Посмотрим, где он находится и как он вообще выглядит. Вы тоже это охеренье сейчас видите, да? Короче, мы приехали на место, где показывают, что у меня здесь где-то запаркованный бус. Поэтому выходим. Бля, 10 минут, серьезно, ладно. Закрываем автомобиль на L. Я уже разобрался. E. Восстановление транспорта. 0 баксов. Вот мой бус номер 280-480. Еще плюс-минус блатной. Так, а открыть можно, да? Там, ребят, Vita какой-то на Аментадорах. Ну, ясен хер. А я такой стандартный, просто Chevrolet GMC какой-то старенький. Поехали его затюним, кстати. Все равно уже сделать нехер. Денег заработали. Погнали его затюним, чтобы он не такой стрёмный был. Короче, продавать его не буду. Расскажу, где он у меня взялся. Раньше я, тогда еще когда играл, прокрутил колесо Fortuna. Вот это бонусы, короче, чтобы от АФК шить надо. Ну, как бы отыграть, но от АФК шить, вы поняли, да? Я не помню, сколько времени. И оттуда мне выпал автомобиль. И выпал вот этот автомобиль. Думаю, какой-то нормальный. Но хотя бусик за 200 тысяч, как бы, на хозяйстве все время пригодится. Тем более, оно место не занимает. Брат, одиничку нажми, починись. Смотри. Знаешь, двигатель 2400. Сейчас мне кажется, я такую херню сделаю. Ну да ладно, все равно раз в три года захожу. Тормоза, бац. Коробка передач, бац. Агудок, посрать. Подвеска, раллийная, раллийная. Ксенон, колеса, колеса, неон. Неон, потом тонировку, 100%. Не, ну, пацаны, ну не стиль же, а? Диски золотые, фулл тонированный, черный. Блин, офигенно, мне он так нравится. Теперь я точно его никогда не продам. Еще бы номерки сюда, какие-то 37-ки, пойти, вы поняли? Блин, ну офигенно. Жалко, камхака здесь нет. Я бы его сейчас облетел, красиво заснял. Но, блин, как это сочно смотрится. Но, пацаны, я затупил. Я забыл открыть самое главное меню на F2. Посмотрите. Вот здесь можем увидеть, сколько я отыграл на сервере. Сколько прокруток колеса удачи у меня есть. То есть, следующее через 4 часа почти. У меня есть 2 штрафа. Статистика есть какая-то. Инкассатор 5 уровня, у меня 205 чего-то, я не знаю. Реферальная система. А, у меня здесь еще промокоды есть, которые я не использую. Или это те, которые я использую. А, не, не. Раз, два, три. Подожди. Это в 2021 еще заходил, просто вводил промокоды и выходил. И эти промокоды по 200, там, по 100 тысяч. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Короче, еще где-то лям у меня на промокодах висит. Я уже за это забыл, лоу. Магазин, доната у меня ничего нет. То есть, еще можно, в принципе, отыграть 17 часов и заснять ролик. Чего я добился на Redmi RP. Ой, Redmi RP. Заговорился. За 100 часов. Ну что, пацаны, так как мы играем на смоторе, играем в МТА, мы обязаны посетить бау-рынок. Поэтому поехали туда и посмотрим, что там продается. Какие здесь вообще есть интересные автомобили. Никого здесь нет. Очень жаль, потому что раньше здесь было 2, 3, 4 ряда. Стояли, продавали разные автомобили, а сейчас вообще ноль. Зато Lamborghini, Huracan, Playde и Range Rover. Консультант рынка. Список транспорта. А-а-а. А-а-а. То есть, не надо теперь стоять, серьезно. То есть, все автомобили вот здесь вот так уже продаются. Superfast 32 ляма. А у меня GTA V Superfast за 800 тысяч, я помню. Mark 700, Panamera 6 ляма, Huracan 17 ляма, Mg1 15 лямов. То есть, Mg1 дешевле Huracan. Bintai 16. Окей, а если я хочу зайти на вот этот этаж? А как зайти на авторынок? Не поскажешь? Ну вот, в лифт заходишь, там выбираешь выставочный, то там люди. А-а, понял. Спасибо. Хера. Открытый рынок выставочный. Погнали на выставочный. Ебать. То есть, я могу в любой момент вот так подойти, информация, и купить транспорт. Да ладно. И провести тест-драйв. Уверен, что хотите провести тест-драйв? Учитывая, что транспорт могут купить. Да погнали. Так кто Mg1 купит? Вы что, гоните? А, я же еще здесь тюнинг могу накинуть в прямом эфире. Офигеть. Вот это то, чего не хватает, смотри. Бать его носит. Не, спасибо. Можно я выйду? Самое дорогое. Что здесь продавалось? Это Cyan? Или не Cyan? Cyan 96. Camry. 300 тысяч. Ну, кстати, на Camry можно и за 2 дня заработать. Или не заработать. Что ты думаешь, да? Chirro. Гель. Сколько гель стоит? 5 лямов за гель. 222. Почему 222? 7 лямов. X5. 2,6. Huric 22. E39 400. Новый гель 6. Rolls 19. Ferrari 30, я понял. То есть, ты можешь выставить автомобиль. И либо сидеть себе здесь торговаться. Либо пойти и чилить, я так понимаю. Не, ну мы должны прокатиться на Cyan. Или телефон владельца. Нехера. Модный. Прости, тыс драйв. Погнали. Нехера, звучок только что был. Вы слышали, да? Кстати, хоть он жестко разгоняется, но он не управляется. Ца, и тормозит. Ладно, я надеюсь, что ели с ним будет на нас зол. Выходим отсюда. А это что такое? Оформление документов или что? Консультант рынка. Ага. Так, а вот это с удовольствием можно на эту парковку заехать? Или как? Эту открытую. Да. Офигенно. То есть ты можешь приехать, поставить тачку на парковку и пойти. Блин, а как это четко. А у меня в принципе на этом все. Вот такой вот ролик получился. Посмотрели с вами, что у меня есть на аккаунте. Достаточно такой жирненький аккаунт. Но по сравнению с другими игроками, мне кажется, не совсем. Жаль, конечно, что онлайн просел. Ведь раньше играло около полуторы тысячи игроков. Сейчас там 700-800 тысячам максимум вижу. Если вы хотите предложений, чтобы я играл на этом сервере, покажите мне актив по данным роликам, а именно в виде лайка или комментария. Вообще, что думаете об этом сервере? Стоит ли переходить или нет? Интересно вам или нет? Все читаю, все смотрю, все лайки. Ну а ты подписаться не забудь и колокольчик включить. Потому что здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Ну а с тобой был Леван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны и всем пока.